Шалом! И первый раб должен государю совершенно астрономическую сумму, которую вернуть он, конечно же, не в состоянии. И что же он в таком случае делает? Он просит государя потерпеть, обещает ему все вернуть со временем. Но дело происходит не в Америке и не в Европе, а на Востоке. Ну, а Восток, как мы с вами помним, дело тонкое, то есть некоторые вещи там прямо не говорятся. Соответственно, прося потерпеть с выплатой неоплатного долга, раб фактически просит простить ему этот долг, что государь и делает в этой притче. И тогда раб находит своего товарища, второго раба, и тот должен ему намного меньшую сумму. И тогда первый начинает душить другого, требует вернуть ему эти деньги. Когда обо всем об этом доложили государю, тот очень разгневался, он призвал первого раба и сказал ему такие слова. Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не належал ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? Хочу обратить ваше внимание на слово помиловать, которое мы читаем в этом стихе. Раб не простил своему товарищу долг, но как об этом говорит Ешуа? Он подчеркивает, что раб не помиловал, то есть не пожалел его. И вот это очень важный момент, о котором я и хочу поговорить сегодня. Во втором уроке я сказал, что прощение во многом зависит от нашего решения. Простите, это безусловно так, от нашего намерения и от нашего решения. Но мне кажется, что одного лишь волевого решения недостаточно. Почему? Опыт показывает, весь наш жизненный опыт показывает, что проверку временем выдерживают лишь те наши решения, которые были приняты в согласии с нашими самыми глубинными и сокровенными мыслями и чувствами или эмоциями. Но мы что делаем? Иногда мы обманываем сами себя и мы пытаемся жить двойной жизнью. Мы говорим одно, делаем, может быть, то же самое, что говорим, но при этом мы думаем и чувствуем совершенно противоположное тому, что мы говорим и тому, что мы делаем. Мы живем в раздвоении таком, в раздрае внутреннем. И вот в случае с прощением, если мы пытаемся просто простить, потому что мы решили, но не потому что мы действительно пришли к этому внутренне, то это может выглядеть, например, так. Я, мы не говорим, может быть, это вслух, но мы это чувствуем. Например, если наши чувства выразить, облечь слова, то они могут прозвучать вот примерно так. Я тебя прощаю, чтоб ты сдох, потому что иначе меня Бог не простит. Так что живи, только не смей показываться мне на глаза. Ну или что-то в этом духе. И, конечно же, Ешо ожидает от нас совершенно не такого прощения. В самом конце притчи, какого прощения он нас ожидает? Он говорит следующее, в самом конце притчи. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Так поступит Отец Небесный как? Так, там написано о том, что Отец Небесный, что Государь отдал этого раба истязателям, пока тот не вернет всего долга. Соответственно, так Бог поступит с нами, если мы не простим. Но что это означает? Ведь долг настолько велик, что мы не в состоянии рассчитаться. То есть, в общем, мы никогда не сможем этот долг отдать, и никогда мы не вылезем из рук этих истязателей. В общем, неприятная ситуация. Но в каком случае нас ждет такая неприятная участь, если мы не просто не простим? Там написано, если мы не простим от сердца. То есть, не просто потому, что так надо, а потому, что мы действительно хотим этого. И вот этот очень важный момент, я считаю. Об этом хочу сказать пару слов о нашем сердце. Мы делаем, по-моему, очень грубую духовную ошибку, сосредотачивая свои главные усилия на правильных словах и поступках. То есть, на внешних, на видимых вещах. Людям, которые слишком заботились о своем поведении и имидже, Ешуа сказал однажды такие слова. Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы была чиста и внешность их. Если у вас есть грязная чашка, вот, например, у меня тут стоит такая чашка, да, или тарелка, неважно. Как вы можете ее вымыть снаружи? Можно ее так вымыть снаружи, что при этом внутри она останется совершенно грязной. Если ее перевернуть и вот так вот подставить вверх донышком под струю воды, снаружи она будет совершенно чистая вскоре. Но внутри она как была грязная, так и останется грязной, потому что вода туда просто не попадает, когда она льется вот так вот. Но если вы направите струю внутрь сразу, то что произойдет? Вода, в конце концов, наполнит эту чашку и начнет переливаться, очищая также при этом и внешнюю ее поверхность. Господь призывает нас простить наших обидчиков от сердца. Но если мы злы на них, в нашем сердце, то никакое волевое решение, мотивированное одной лишь необходимостью, нам простить их не поможет. Прощение это, конечно же, решение, но оно должно быть мотивировано хотя бы в какой-то степени милосердием. И вот это греческое слово «элео», которое стоит там в этом стихе, оно означает «сочувствовать», «жалеть», «иметь сострадание». Но я подозреваю, что в этом месте кто-то обязательно возмутится и скажет «это что же получается по-вашему? Это мне такую вещь сделали, а жалеть нужно его, того, кто мне это сделал? Я пострадал, а жалеть будем моего обидчика?» Правильно? Про вас, про верующих вешу, говорят, что вы ненормальные и сумасшедшие. Так все перевернуть с ног на голову можете только вы. Если эти слова отражают вашу реакцию на мой призыв пожалеть того, кто вас обидел, ну что ж, я, во-первых, могу это понять. Такую реакцию, она вполне естественная. Но при этом, пожалуйста, учтите три вещи. Во-первых, призывая пожалеть вашего обидчика, я совсем не хочу сказать, что вы не являетесь в этой ситуации потерпевшей стороной. И, конечно же, если вам причинили боль, то Бог плачет из сострадания к вам. И рядом с вами должны быть люди, которые тоже будут вам сострадать. Это первое. Второе. Я задам вам вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему ваш обидчик причинил вам боль? Что им двигало, что его побудило поступить плохо по отношению к вам? Или не поступить хорошо, если его грех по отношению к вам заключается в этом? В не делании чего-то, что он должен был сделать. Иногда это такие грехи тоже бывают. Я поставлю, может быть, вопрос иначе. Допускаете ли вы, что поведение этого человека объясняется хотя бы отчасти тем, что в свое время он сам был жертвой плохого отношения к себе со стороны других людей? Поймите меня правильно. Я не пытаюсь снять с вашего должника всякую ответственность за его поведение. Я не пытаюсь переложить эту ответственность на плечи других людей, которые когда-то ему причинили зло, которые, в свою очередь, тоже, конечно, можно сказать, дальше были чьи-то жертвы. И так мы дойдем, в конце концов, до Адама и Евы. Ни в коем случае я не пытаюсь таким образом выкрутиться из этой ситуации. Конечно же, мы не отвечаем за то, что другие люди сделали нам. Но, однако, мы отвечаем за то, как мы будем реагировать на их поступки по отношению к нам. То есть, если мне, к примеру, если мне нахамили, то я не отвечаю за это хамство. За хамство отвечает тот, кто нахамил. Однако, если я из этой ситуации сделаю вывод, что хамство это нормально, и сам, в свою очередь, начну хамить другим людям, то, конечно же, вывод я делаю совершенно неправильный и веду я совершенно неправильно себя. И отвечать за это уже буду я, а не тот, кто мне нахамил. Понятно. Человеческое поведение вообще, на самом деле, штука, как мы с вами знаем, очень сложная. То есть, тот же самый поступок может объясняться совершенно разными причинами. Например, один человек ходит раздраженный целый день. Почему? Ну, потому что он просто не выспался. А другой, потому что его вчера уволили с работы, он лишился источников дохода, а на дворе разгар экономического кризиса. То есть, немножко разные ситуации. Поэтому я совсем не хочу сказать, что всякое зло, творящееся под солнцем, это лишь повторение того зла, которое ранее было причинено нам самим. Но все-таки эта схема очень распространенная. И особенно ясно это видно в отношениях родителей и детей. Ну, сами посмотрите, кто кричит на своих детей постоянно. Я не имею в виду, конечно, ситуации, когда ребенок бежит на красный свет через дорогу. Я имею в виду, окрик в такой ситуации вполне оправдан, может быть, даже необходим. Я имею в виду постоянные крики по любому поводу, систематические. Очень часто так ведут себя те родители, которые сами были воспитаны на криках. Другой пример. Кто становится частью так называемого ЛГБТ-сообщества, то есть лесбиянками, геями, бисексуалами и трансгендерами. Самые разные люди. Но зачастую ими становятся те, кто сам вырос в неблагополучных семьях, в неполных семьях, а также жертвы сексуального насилия, испытанного в детстве. И можно дальше приводить еще разные, самые разные примеры из других сфер жизни. Так вот, поэтому я и призываю вас всерьез задуматься над причинами поведения вашего обидчика. Если вы действительно хотите его простить. Потому что вполне возможно, что вы в этой ситуации не единственная жертва. Что его или ее, вашего обидчика, тоже нужно пожалеть. И не просто нужно пожалеть, а есть за что пожалеть. Вы скажете мне, может быть, да откуда вообще мне знать, как он таким стал? Я, может, и пожалел бы, но я же не могу узнать. Никогда не узнаю, что его сделало таким, каким он стал. Допустим, но я задам вам еще один вопрос. Я в выигрышной позиции, я сижу перед камерой, могу задавать столько вопросов, сколько захочу. Еще один вопрос. То, что с вами произошло, это результат того, что человек просто встал не с той ноги, как вам кажется, или не выспался, или же он ведет себя так систематически. То есть, очень часто в разных ситуациях то же самое поведение проявляется. То есть, это часть его характера. Потому что, смотрите, если вы сами встали не с той ноги, ну, с кем не бывает? Ну, как не простить человека, который не выспался, например, да? Но если это часть его характера, если он более-менее регулярно, часто себя так ведет, или она, да? То послушайте, что говорит об этом Ишо. Всякий, делающий грех, есть раб греха. Обратите внимание на слово «раб». Вот, если человек согрешил против вас, и это поведение не единичный случай, а черта его характера, то что мы здесь видим? Мы имеем дело не просто с единичным грехом, с ошибкой, со случайностью. Мы имеем дело с греховной привычкой. В чем нам говорит этот стих в данной ситуации? Он говорит о том, что ваш должник, он живет в рабстве у этой привычки. Он живет в рабстве у греха, и, другими словами, помыкает жестокий хозяин. И жизнь его не сладкая, на самом деле, в рабстве у этого жестокого хозяина. Так что его очень даже есть за что пожалеть. Вполне возможно, он даже сам не понимает, что им движет, потому что грех сплошь и рядом бывает чисто духовной вещью, за ним могут стоять духовные силы, о присутствии которых человек не сознает, он не отдает себе отчета в том, что он раб. Даже, может быть, не просто привычки, а раб вполне конкретного духовного существа, стоящего за его грехом, нечистого духа. О чем я говорю? Я говорю о том, что сострадание или милосердие – это одно из важнейших качеств, которые Господь хочет видеть в нас. Почему? Потому что это одна из важнейших черт его собственного характера. Мы знаем это из книги «Шмот», из книги «Исход», из второй книги «Тары», из эпизода, в котором Моше говорит Богу. Он просит его показать славу. Покажи мне славу твою. И на это Господь ему отвечает так. Я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Иегову перед тобой, и кого миловать – помилую, кого пожалеть – пожалею. Иеговы – это не очень удачный, на мой взгляд, вариант транслитерации священного имени Божьего. Но я хочу обратить ваше внимание сейчас на другое. Говоря о своей славе и о своем имени, Господь Бог прежде всего упоминает свое сострадание и милосердие. Кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею. О том же самом сказанном и в следующей главе, где есть знаменитое провозглашение имени Божьего, которое на иврите звучит «Адонай, Адонай, Эль Рахум, Веханун, Эрехапаим Веравхесед». В русском переводе написано так. Господь, Господь, Бог, человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Самое первое, что сам Бог говорит о себе, причем еще второе, а не в Новом Завете, это Его человеколюбие и милосердие. Милосердие. Подведем итог. Милостивый Господь жалеет нас и прощает нас. Для чего? Только для того, чтобы мы не поплатились за свои грехи. Нет, хотя и для этого тоже. Но Он прощает нас еще и для того, чтобы восстановить в нас свой собственный образ и подобие. Он прощает нас для того, чтобы мы научились жалеть других людей, в том числе и тех, кто причинил боль нам самим, и прощать их, как Он простил и как Он прощает нас. Конечно же, Он не оставляет нас один на один с этой задачей, она может быть нелегкая, но Он помогает нам в ее решении своим Святым Духом. В общем, если вы еще не простили кого-то из ваших должников, и простить вам тяжело, ваша рана глубокая, я предлагаю вам начать просить у Господа милости, сострадания, жалости к этому человеку. Я уверен, что он ответит на эту молитву. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Иешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.azis.media.tv